О значении нового контракта ВЕКа как для Азербайджана, так и в контексте обеспечения энергетической безопасности целого ряда стран мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, доктором экономических наук Эльшадом Мамедовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Эльшад Мамедов, Азербайджан уже давно стал ключевым игроком по поставкам газа на мировой рынок. Как будет дальше развиваться эта стратегия с подписанием нового контракта ВЕКа? В первую очередь хочу отметить тот немаловажный факт, что подписанный накануне контракт существенно отличается от того контракта, который был подписан в 1994 году. То есть это по сути не пролонгация действующего контракта, а подписание соглашения на качественно новых условиях. И весьма отрадным является тот факт, что эти условия в общем-то достаточно благоприятны для азербайджанской стороны. В первую очередь это касается того, что после достижения рентабельности в данном проекте в распределении прибыли долевое участие азербайджанской стороны достигнет 75%. Это достаточно серьезная цифра. Вместе с тем хочется отметить тот факт, что в контракте предусмотрена выплата бонуса в размере 3,6 миллиардов долларов азербайджанской стороне со стороны зарубежных партнеров и участников данного контракта. И вместе с тем долевое участие в целом компании Sokar достигнет 25%. Как известно, в первом контракте эта цифра составляла приблизительно 11%. Все это говорит о серьезном упрочении и усилении позиций Азербайджана на мировой энергетической карте. И говорит о том, что по сравнению с серединой 90-х годов в настоящее время Азербайджанская республика существенно усилила свои позиции в процессе переговоров на мировой энергетической карте. Вместе с тем хочу указать еще на один немаловажный фактор, который связан с тем, что реализация данных соглашений позволит существенно усилить и в целом макроэкономические показатели. Макроэкономические показатели страны. Это касается и показателей валового внутреннего продукта. Вместе с тем, безусловно, позитивное влияние это решение окажет на структуры и состояние платежного баланса страны. Потому что известно, что импорт товаров в структуре платежного баланса страны приблизительно оценивается в сумму около 10 миллиардов долларов. А реализация данного соглашения вкупе с реализацией соглашений по месторождению Шахтенис приведет к тому, что суммарная выручка годовая в долларовом урожении приблизительно как раз-таки может достигнуть даже при неблагоприятной мировой конъюнктуре цен на нефть как раз-таки эту сумму в 10 миллиардов американских долларов и фактически может покрыть потребности, которые складываются в стране на импорт продукции в ежегодном выражении. А вот скажите, Европейский союз называет Азербайджан важной страной в плане обеспечения энергетической безопасности стран Европы? Каково значение контракта именно в этом контексте? Как известно, в Европейском союзе наблюдается достаточно острая дискуссия по диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Мы знаем, что Европейским союзом был принят еще в 2011 году соответствующий так называемый третий энергопакет, который предусматривает снижение зависимости от каких-то отдельных конкретных поставщиков в сфере энергоносителей. И в этом аспекте, учитывая критическую зависимость Евросоюза от импорта энергоносителей, если по газу эта цифра достигает 70-75%, то по нефти эта цифра и вовсе приближается к 90%. И учитывая этот факт, Европа остро и критически нуждается в диверсификации энергопоставок. И в этой связи нужно отметить, что Азербайджан является действительно стратегическим и ключевым партнером Евросоюза, как источник и как достаточно надежный источник в сфере поставки энергоресурсов. Это касается как газовых ресурсов, так и нефтяных. Спасибо вам огромное, Ишат Налим, что приняли наше приглашение, ответили на наши вопросы. Я напоминаю, мы обсуждали значение нового соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений Азерич, Рак и Гюнашли и глубинной части месторождений с доктором экономических наук Ильшадом Амедовым.